Которые располагают информацию об исчезновении маленького шестилетнего Бениамина из города Ханчешт. Те, кто располагает информацию о лицах, которые вовлечены или имели какое-то участие к исчезновению Бениамина, значит за эту информацию я готов заплатить 10 тысяч евро. Если вы располагаете информацию, где сейчас находится мальчик и это подтвердится, я готов заплатить 20 тысяч евро. Я вас очень прошу, речь идет о маленьком мальчике, у которого наверняка есть очень большое будущее и это будущее зависит сегодня от вас. Я понимаю, что кто-то из вас может испугаться каких-то прямых контактов с органами власти, с полицией. Кто-то побоится передать мне информацию. Ребят, мне достаточно, пусть придет посредник. Пусть он позвонит на Viber, на WhatsApp, на сигнал, на любой из тех двух номеров телефона, которые указаны. И еще раз я говорю, что вы знаете, я человек слова, за информация о людях, может быть вы не знаете, где находится маленький ребенок, но вы знаете, что в это ваш вовлечен, там ваш сосед, там родственник, не знаю кто. За эту информацию, еще раз говорю, готов заплатить 10 тысяч евро. Если вы дадите информацию и вы знаете, где сейчас находится ребенок, 20 тысяч евро, я гарантирую 100% конфиденциальность. Значит, выйдите, пожалуйста, выходите, пожалуйста, на меня напрямую. Я оставил эти два номера телефона для того, чтобы не пропустить звонок. Значит, мои коллеги, которые будут отвечать на эти два номера круглосуточно, сразу передадут мне информацию. Значит, еще раз, можно писать, звонить в Viber, WhatsApp, Telegram, сигнал, там есть абсолютно все программы. Значит, поймите, не молчите, я вас умоляю, потому что сегодня от вас зависит, возможно, от вас именно зависит не только будущее этого маленького ребенка, но и всех членов семьи, которые, я уверен, что сегодня просто сходят с ума, потому что больше суток как бы нет никаких новостей. Я уверен, что вместе со мной, если будет необходимость в волонтерах, то сотни людей с муниципиа Беллс присоединятся к моему призыву, и вместе со мной будут готовы участвовать в поисках этого мальчика. Я обращаюсь еще раз, я уверен, что есть кто-то, кто располагает информацию, либо о человеке, который связан с исчезновением маленького ребенка, либо знает, где он находится. Выходите на меня напрямую, я готов с вами встретиться в любом месте, которое вы укажете. Мы найдем форму общения, и поверьте мне, что я даю сейчас слово перед всей страной, что я вас не обману. И в случае, если вы сообщите информацию о лицах, которые в это были как-то вовлечены, значит, я вам гарантирую стопроцентную конфиденциальность. Я вижу, что очень многие пишут, что одних там детей куда-то там на заработки отправляют, попрошайничают, других там еще на что-то, не хочу говорить о грустном. Подумайте те, если меня видят те, у которых находится ребенок. Я вас прошу от всего сердца, я готов встать. Я никогда не вставал на колени перед своими врагами, никогда не встану. Но за жизнь этого маленького ребенка я готов даже встать на колени. И поверьте мне, что мы найдем вариант решения вопроса. Пожалуйста, выходите на меня, делайте, пожалуйста, репосты. Вместе, доведя эту информацию до всех жителей Ханчаяшского района, соседних населенных пунктов, мне не важно, мне важно, чтобы мы вместе с вами нашли ребенка. И это будет победа просто человечности и солидарности. Это будет общая победа человечности и солидарности в нашей стране.